«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Евангельское чтение, которое нам сегодня предлагается, обычно называется «Богатым юноши». Мы вот видим, что здесь рассказывается о неком человеке, который был молод, знатен, богат, благочестив, соблюдал все заповеди. И в какой-то момент в жизни он встречает Бога, встречает Иисуса, который призывает Его к чему-то большему, чем просто спокойной, благочестивой, благополучной жизни. Видимо, Иисус увидел в этом человеке огромные дары, и он мог стать апостолом, таким же, как стал Петр, Павел. Но юноша усомнился в своем сердце, может ли он оставить свою благополучную жизнь, богатство, и смиренно отошел. Отошел, не пошел за Иисусом. Вот в его жизни произошел такой момент, когда ему было представлено нечто гораздо большее, чем его счастливая, спокойная, благополучная жизнь. И заметьте, что ведь не всем богатым людям Господь говорил, продай все, оставь все, иди за мной. Помним, как обращение мэтрия Закхея, который, видимо, тоже был человек небедный, там хватило того, что Закхей сказал, если я кого чем обидел, возвращу в четверо, если кого там должен, отдам, все, не буду никого обижать. Иисус сказал, этого как бы достаточно. Ныне пришло спасение дому всему. Мы знаем, что упоминаются имена некоторых женщин. Хуза, жена домоправителя Иродова, домоправитель царя, поведен тоже богатая семья, и они помогали от своих имений, помогали этой общине Иисуса. Но Иисус совсем не требовал от них все это продать и все. Также мы помним, люди состоятельные, знатные, Иосиф с Никодимом, Никодим входил в Сенот, Синедрион. Вот, тоже люди состоятельные, но Иисус не требовал, чтобы они раздали. Почему? По-видимому, дело не в самом богатстве, а в том, что у человека есть нечто большее способности, нечто большее он может сделать для Бога, для людей, для реализации самого себя, своих способностей. Но этот человек, юноша, не решился. Оставил их и повернулся спиной. И ученики Господа, которые тоже часто не вполне его понимали, и здесь им было непонятно, что же такое произошло. А Иисус сказал, что трудно богатого выйти в Царствие Небесное. И они задают, что им, да кто же может спастись? Если даже такой человек не войдет, кто же может спастись? Удобнее верблюду, это, наверное, в другом Евангелии говорится, пройти сквозь игольные уши, такой маленькие ворота в Иерусалимском храме были, чем богатого выйти в Царствие Небесное. Богатство – это не обязательно материальное достояние. Это может просто научное занятие, какие-то знания, интеллект, так сказать, эрудиция, все-все. Вот это, и человек опирается, главное, уже на это. Не на то, что предъявляет ему жизнь, дает Господь, открывает перед ним, а вот это. А какое это отношение имеет к нам? К нам имеет то отношение, что каждый из нас может задуматься о своей жизни. Все ли я делаю, что действительно Бог от меня ожидает, что я могу? Чаще всего бывает, конечно, все этого достаточно. Но иногда бывают и такие ситуации, когда человек явно что-то, так сказать, не добирает, что-то может сделать большее. И здесь от нас ожидает Бог, конечно, не то, чтобы мы бросили все сейчас и там что-то начали заниматься чем-то другим, а просто задумывались об этом, может быть, более тщательно делать то, что мы делаем, больше как-то, так сказать, отдавать внимание, сочувствие, больше молитвы. И вот интересно, что апостольское чтение сегодняшнего дня, оно начинается словами. «Итак, обрекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил нас, так и вы». То есть, вот это, как бы, свою жизнь, свою, как бы, усилить, вот этим прощением. И далее, такие замечательные слова, в послании апостола, что Евангелие вроде мне написано, но, видимо, уже были, так сказать, какие-то записи, какие-то были предания, устно передавались. И он говорит удивительные слова. «Слово Христово навселяется в вас обильно, со всякой премудростью». Нам тем более легко, у нас есть Евангелие, которое с первых, так сказать, с середины первого века идёт до нас, неизменное. Так что, это тоже важно для нашего наставления. Будем помнить об этом. «Всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него, Бога и Отца». «Благодаря». Вот это тоже очень важно, благодарность Богу за каждую мелочь, за каждую вот удобную. «Смогли прийти в храм сегодня? Более-менее так, что вроде скользко, так погода немножко улучшилась. Вот за это тоже, чтобы это было благодарность, не просто как случайность. И тогда мы будем чувствовать, что Господь вот рядом с нами, что мы идём вот под Его покровом. Действительно, то, что Он сказал, невозможному человеку, возможно, Богу, вот это и есть те возможности, которые нас ведут в то, что Господь называет Царствие Небесное. Аминь.